Смотрите в выпуске. Еще одна женщина возглавила район Башкирии. Мы с ней поговорили. В Уфе появились два новых аппарата для реабилитации. Как ее пройти? В Уфе появились два новых аппарата для реабилитации. Восстанавливается опорно-двигательный аппарат. И также тренажер Хубер-360. Он у нас располагается в отдельном помещении. Стараясь отследить новинки медицинской техники, которые появляются в уфимских больницах, мы узнали, что несколько новых аппаратов появились в лаборатории нейропатофизиологии высших функций мозга и реабилитационных технологий клиники БГМУ. Желая узнать больше, мы отправились в больницу. Благодаря данным методикам они обладают функцией биологической обратной связи. То есть у пациентов появляется мотивация к тренировкам, появляется интерес к процессу реабилитации. Они становятся сами вовлечены в этот процесс благодаря биологической обратной связи. И благодаря этому процесс реабилитации происходит в разы быстрее и эффективнее. Два громоздких аппарата были закуплены по федеральной программе развития систем медицинской реабилитации. Их суммарная стоимость – 13 миллионов рублей. Первый похож на беговую дорожку с большим телевизором. Второй – едва заметно двигающаяся площадка для тренировки баланса. Мы оцениваем функцию ходьбы у человека, длину шага, ритм ходьбы, высоту подъема стопы. Биологическая обратная связь – это когда нам дается задание на мониторе, человек должен осознанно решить эту задачу. Например, выходит шоколад движения, и человек должен шагнуть на определенную высоту, поднять ногу. В среднем 6-8 человек тренируются. Ну и время разное. То есть кто-то выдерживает по 10 минут, кто-то уже 30-40 может ходить. Там есть платформа, которая двигается, а пациент должен оставаться в зоне цели, то есть к определенной кружочке. Он достигает цели, перенося вес тела с одной ноги на другую в данный момент. Он выявляет, какая у него нога слабее, где какая цепочка, на какой ноге лучше стоит, хуже. И по выявленной проблеме уже конкретно с ней работаем. Новая техника появляется не в каждой больнице и не часто. Поэтому нам стало интересно, а можно ли прийти в клинику БГМУ просто так, если человеку после операции нужна реабилитация. И оказалось, что такая возможность есть. При этом пациенту даже не нужно сидеть в очереди за направлением к своему терапевту. Пациентов с Республики Башкортостан, города Уфы, мы принимаем на реабилитацию в наш демной стационар. То есть здесь мы лечим пациентов с заболеваниями периферической нервной системы, после перенесенных травм на опорно-двигательный аппарат, после перенесенных операций на опорно-двигательный аппарат. Здесь вас осмотрит врач, назначит курс реабилитации, то есть составит индивидуальную программу. Далее вас посмотрит инструктор, определит объем движений, потенциал для восстановления. И уже непосредственно, индивидуально будем разрабатывать программу и проводить процесс реабилитации. Выходит, что в Уфе есть место, где людям помогают восстановиться после операции. Номер для записи вы видите на экранах. Под конец 2023 года стало известно, что в Совете Федерации появится новый сенатор от Башкирии. Им стал Олег Голов, который до этого возглавлял Благовещенский район. Когда кресло главы опустело, возник вопрос, а кто теперь займется муниципалитетом? Я тогда еще, когда Олег Евгеньевич меня пригласил на эту должность, замглавы, я ему сказала, что, Олег Евгеньевич, как, я не смогу без людей, то есть у меня здесь предприниматели, бизнес, у меня проекты, мне все это интересно, мне это все нравится. Но когда я пришла сюда, знаете, мои двери, они не закрылись и не закрывались до сих пор. 12 января Анна Карабанова официально возглавила район. До этого она занималась привлечением инвестиций и курировала вопросы экономики, выполняя задачи заместителя главы и бизнес-шерифа. Здесь даже интереснее работа, потому что ты работаешь в полях, непосредственно можешь влиять на проект. Поэтому я считаю, что мои, наверное, заслуги, самые главные результаты, это уже в работе здесь, в Благовещенском районе. Работа именно как в сфере экономики, она мне очень нравилась, и я здесь смогла реализоваться до конца, именно вот поднять свой профессионализм и получить опыт именно благодаря работе в Благовещенском районе. Мы встретились с ней, чтобы записать первое большое интервью и узнать, как будет развиваться район, который за несколько лет набрал высокие темпы развития. Читая новости, многие задаются вопросом о том, кем была и чем занималась новая глава района до того, как оказаться на муниципальной службе. В корпорации развития я работала начальником управления сопровождения инвестиционных проектов. Крупные проекты – это был индустриальный парк Уфимский, там я занималась привлечением резидентов в этот индустриальный парк. Это была подготовка бизнес-планов, сопровождение инвесторов, получение субсидий, либо там науковых льгот. Кстати, когда я пришла сюда работать, очень много предпринимателей, руководителей бизнеса обращались и хотели даже реализовать проект в Благовещенском районе. Как оказалось, когда я в 2019 году пришла сюда работать, мне папа сказал о том, что мой дед родился в Благовещенском районе. Просто за 4 года еще не было времени сделать запрос в архив, узнать, кто мои прадедушка и прабабушка, потому что они родились и родили своих детей именно в Благовещенском районе. Я знаю, что это было в районе Бедеева поляны, а все остальное, к сожалению, мне неизвестно. Переходя от личных вопросов к рабочим, мы первым делом решили узнать, каким будет район в ближайшей перспективе. Со слов Анны Николаевны, экономика уже раскачана. Новые проекты по-прежнему будут запускаться. Но теперь пришло время обратить внимание и на сельскую местность. У нас в 2024 году спускается первый этап логистического комплекса «Озон». будет создано в июле месяца 800 рабочих мест. Действующий резидент ТАСЭР МЖБК планирует реализацию нового проекта. Также в этом году они запускают его. Себе задачу все-таки ставлю развитие сельских территорий, развитие сельского хозяйства, создавать там экономику на селе. Мы проводили и продолжаем работу по землям, сельскохозназначения, то есть определенную инвентаризацию проводим. Наша задача, конечно, это вот сейчас найти источники по земле для того, чтобы уже предложить это все инвесторам для дальнейшего развития наших населенных пунктов. И у нас остро строит проблема в сельских территориях. Это водоснабжение. Там действительно нужно еще как бы наводить порядок. Жители приходят часто с этим вопросом именно по обеспечению водой. Анна Карабанова стала четвертой женщиной, которая возглавила один из районов Башкирии. Для республики такая практика нетипична. И, разговаривая с нами, чиновница подтвердила. Новое назначение сильно перекроило не только деловую, но и ее личную жизнь. С этим вызовом ей предстоит справиться самостоятельно. Доржусь тем, что у меня есть возможность стать успешной женщиной в главе района. Я уверена, что успешное управление не зависит от пола. По половому признаку я не вижу разницы. Главное, это те качества, которые должен обладать глава муниципального района. Родители, конечно, сначала пытались меня отговорить, сберечь. Это, скажем, понятно, что тяжелая работа. Это откладывается все на здоровье и на семье, на воспитание ребенка. Но я, в общем-то, приняла решение, и моя семья меня поддержала. Времени очень мало на общение. Но, по крайней мере, те 2-3 минуты или 5 минут, они дорогого стоят. И я пытаюсь максимально уделить внимание своей семье. И вообще, ну, как бы, если вы говорите в идеале, там, или в картинке, которая в голове. Когда идешь по улице и видишь результат своей работы, да, то есть когда что-то получилось, это красиво, это греет душу. Когда есть улыбающие лица жителей, благодарность, ну, наверное, это будет самая высокая оценка моей работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова